Субтитры сделал DimaTorzok Это правда сейчас очень модно, но насколько это эффективно, давай ты и узнаешь. Ты же у нас модная. Ален, ты тоже, кстати, модная. Тебе надо отправиться, я думаю, в какое-нибудь такое модненькое местечко. Модный шопинг. Да, модный шопинг на рынок, предположу. Смейте, смейте, на самом деле продукты тоже бывают модные. Вот, например, семена чья. О них сейчас каждый второй блогер пишет чуть ли не каждый день. И растительное мясо на него вообще сейчас все модненькие. А, это когда типа не мясо с вкусом мяса, не рыба со вкусом рыбы. Да, именно оно. Правда, я не понимаю, в чем прикол. Модно. Равно полезно. Буду в этом разбираться сегодня. Тогда предлагаю темой этой недели сделать модный ЗОЖ в большом городе. ЗОЖ. Можно я просто М буду? Вот это без З, без Ж. М это я, это я же Маша. А я мужчина. А, ну вот. И я знаю, куда даже отправлюсь. Куда? На Капельнице красоты. Я слышала про такое. Конечно, слышали. Все звезды этим увлекаются. Но мой эксперт говорил, что здесь не все так очевидно. Сегодня буду разбираться. Ну тогда что, пойдемте в моднички? Да. Ну красиво надо идти. Ну и идем в Россию. Попробуем в год с рот. Капельница красоты и здоровья. Главный модный тренд. Его используют многие селебритис. Якобы эти капельницы замедляют старение, повышают стрессоустойчивость, избавляют от бессонницы, улучшают работу мозга. Но так ли это? Сегодня разберусь вместе с нашим экспертом. Народовская Ольга Андреевна, врач-кардиолог, нутрициолог. Все началось с того, что этими капельницами стали увлекаться голливудские звезды, типа Мадонны, Бродопита и других. Обычные люди, уповая на то, что звезды не могут обманывать и не могут ошибаться в плане здоровья, естественно, стали тоже за этим всем повторять. Как ее изготавливают? Берут, например, физраствор и добавляют туда различные растворы витаминов. Например, могут быть антистресс-капельницы, туда добавляют витамины группы В, магний, бьюти-капельницы для красоты, витамин С, глутатион, это антиоксидант и другие компоненты. То есть, получается, люди в себя просто заливают какое-то огромное количество витаминных комплексов сразу в кровь, не принимая таблетки. Как раз очень многие люди думают, что минуя желудочно-кишечный тракт, таким образом, витамины якобы будут лучше усвоены. Но это абсолютно не так, потому что наш желудочно-кишечный тракт приспособлен к тому, чтобы эффективно получать и усваивать все необходимые питательные вещества. Нет никаких научных подтверждающих данных, которые говорят, что да, вот это будет эффективно. Почему люди, многие могут ощутить на себе положительный эффект? Ну, во-первых, эти капельницы стоят от 2000 до бесконечности. Сразу психологический эффект. Конечно. Помогло. Я что, зря заплатил? Помогло. Девушки очень часто себе делают капельницы как раз бьюти. Туда добавляют препараты железа. Но мы помним, что у девушек из-за их цикла наблюдается зачастую латентный железодефицит. И таким образом они действительно могут ощутить прилив энергии и сил, потому что железо подняли. Могут ли капельницы быть опасны для здоровья? Однозначно, да. Часто эти капельницы делаются курсом. И когда мы часто протыкаем свои вены, там могут образовываться тромбок и вызвать, соответственно, инсульт, инфаркт. Кроме этого, часто капают, ну, около литра-двух. Например, если на эти инъекции пришёл человек уже с артериальной гипертензией, будет перегрузка дополнительным объёмом жидкости. Это может спровоцировать гипертонический криз. Следующий побочный эффект, который мы можем получить, это от перезбытка поступления витамина С. Я напомню, что в среднем обычному человеку достаточно съесть один апельсин, и вы себя покроете с уточной дозировкой по витамину С. Больше не надо. Могут образоваться оксалатные камни. Это из разных, да, мест, камушки? Вероятнее всего, да. Какой-то из Сочи, я имею в виду, другой из глянджика. Нет-нет, из нашего организма. Капельницы мы сомневаемся. Но что вы можете сказать про аптечные средства? Например, сейчас москвичи скупают спирулину. Это прямо очень модное какое-то средство. Да, действительно, это очень модный, разрекламированный БАД. Давайте это обсудим. Тогда я сейчас выберу ещё несколько модных аптечных препаратов. А пока передаю слово Маше. Она разбирается, какие модные способы борьбы со стрессом эффективны, а какие нет. Маш, ты уже на гвозди встала? Ну, конечно, а ты как думала? Я же и модная, и смелая. Посмотри. Гвозди стояния, аэро-йога и танцы – это одни из самых модных и популярных способов борьбы со стрессом у москвичей. Но насколько они эффективны? Кому они действительно помогут, а кому нет? Сейчас в этом разберусь вместе с нашим экспертом Алексей Леонидович. Здравствуйте. Добрый день. Кухарев Алексей Леонидович – врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Пригласила вас сегодня в студию йоги, причём не только вас, но ещё Кристину. Игорь – мастер по гвозди в состоянии. Кристин, вот скажи, ты часто ли испытываешь стресс? Я думаю, в основном сейчас все испытывают стресс, особенно психологический, после пандемии или большой информационный поток. То есть постоянно все в теле. Игорь, можем поставить Кристину на гвозди и сейчас первый раз попробовать? Мы можем любого человека поставить на гвозди. Нужно просто желание. Просто желание. Ну тогда давайте, приступайте, а мы посмотрим, как это происходит. Что чувствуете? Боль. Что я чувствую? Глубоко дыши. Алексей Леонидович, расскажите, пожалуйста, ну вот насколько вообще этот способ эффективен? Если мы смотрим с позиции восточной науки, то ладони и стопы – это сосредоточение активных точек организма. И правильное на них воздействие, оно должно нормализовать течение энергии в человеке. Ну и кроме того, это сильный отвлекающий момент. То есть когда сознание меняется и уходит в ноги. Всем ли вообще такая подходит история? Или есть какие-то, может быть, противопоказания? Люди с нарушением твертываемости крови. В частности, я бы не рекомендовал вот этим заниматься людям с кожными заболеваниями. Итак, первый способ борьбы со стрессом – гвозди-стояние. Ну вот ещё один популярный способ борьбы со стрессом – это аэро-йога. Кристине поможет заняться аэро-йогой. Юля, Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, вы тогда начинаете? Это тренировка вестибулярного аппарата, это тренировка сосудодвигательного центра. По мне, так это прекрасное средство от стресса. Есть ли какие-то противопоказания вообще? И бритоническая болезнь. То есть такие вот неподготовленные экзерсисы, они могут, конечно, человеку в давлении подкинуть. Заболевания опорно-двигательного аппарата, то есть какие-то серьёзные грыжи позвоночника. Кристина, ну вот такой способ борьбы со стрессом тебе понравился? Это я советую лучше, чем позднее. Ну и третий модный способ снятия стресса – многие входят на танцы. Танцы – это выражение эмоций, это страсть, это серотонин. Мой личный энтузиазм подтверждает многочисленные научные исследования, которые проводились с замером серотонина у танцующих пар. И это совершенно чётко, математически показало, что люди регулярно занимающиеся танцами гораздо меньше подвержены стрессу. Танцы – реально доказанный эффективный способ борьбы со стрессом. Поэтому танцуйте, друзья, чтобы избавиться от стресса. Итак, модно бороться со стрессом мы научились. Но вот мне сейчас в голову пришла идея, что сейчас ещё продаётся много модных гаджетов для здоровья. Вот можем про это поговорить? Ну, на рынке много всяких интересных прибамбасов. Например, кольцо-трекер, там всякие разнообразные спортивные часы. Да, кстати, да, для здоровья я видел. Ну, давайте обсудим эту тему. Тогда я предлагаю сейчас выбрать несколько гаджетов, приготовить их и обсудить. А пока передаю слово Алёне, она прямо сейчас выясняет, какие из модных продуктов действительно можно назвать суперфудом, а какие вполне себе обычные. Сейчас есть немало продуктов, которые называют суперфудами. Некоторые из них появились совсем недавно. Например, семена чия. Другие же продаются десятки лет. Например, куркума. Но так ли они действительно полезны? Или это только дань моде? Сейчас буду разбираться. Я Динсбург. Михаил Моисеевич, врач-диетолог, доктор медицинских наук. Михаил Моисеевич, здравствуйте. Добрый день. Семена чия. Давайте их обсудим. Семена чия. Они, знаете, богаты омега-3 жирными кислотами. Второй компонент, которого здесь тоже много, это пищевые волокна. Пищевые волокна, они, собственно, и очищают наш кишечник, снижают воспаление тканевое, они улучшают нашу микрофлору дружественную, поддерживают иммунитет, то есть чрезвычайно много эффектов. Там есть еще кальций и железо, тоже довольно, да, необходимые для нас питательные вещества. Правда, и кальций, и железо из растительных продуктов усваивается очень плохо. В целом пытаюсь понять, стоит ли тратить деньги на семена чия. Я бы не стал уж, если хочется какой-то такой вот суперфуд понятного такого свойства, я бы лучше льняное семя использовать. Вот куркума еще сейчас тоже очень популярна, ее повсюду добавляют. Все началось с очень такого интересного факта. Когда стали смотреть вот заболеваемость возрастными болезнями и онкозаболеваниями европейцев и жителей восточных стран, оказалось, что у восточных стран вот этот процент заболеваемости онкозаболеваниями ниже. И когда стали разбираться, с чем это связано, вот выявили вот свойства некоторых приправ, и в частности куркумы, снижать вероятность опухолевого роста. А потом выявили и свойства замедлять развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Дальше, кстати, выявили в куркуме соединение, которое, собственно, оказывает это действие. Это куркумин. Одно маленькое но. Все-таки вот куркумин из куркумы, он усваивается плохо. И вот здесь советуют употреблять куркуму вместе с перцем. Есть, кстати, комбинированные приправы, куда входят и перец, и куркума одновременно. Это та же самая приправа карри. Там написано культа карри. И еще перец, чтобы куркума лучше усваивалась. Растительное мясо. Вот что вы про это скажете? Мы почему едим мясо? Исключительно потому, что там присутствует белок. А оказывается, белка довольно много и в продуктах растительных. Но особенно его много в бобовых, и в частности в сое. И вот соя, она интересна тем, что соевый белок из растительных наиболее близок к нашему организму. Так что я бы вот растительные такие вот замедители мяса скорее назвал бы полезными продуктами. Просто нам здесь надо учитывать, что стремление вообще обойтись без животных белков – это не очень хорошая идея. Способствует развитию каких-то заболеваний, алюмии в частности. Прямо резюмируем. Растительное мясо не заменяет настоящего мяса. Может быть, просто как дополнение, видимо? Оно как дополнение. Михаил Моисеевич, а вот еще московские модники очень любят пить эти модные напитки. Вот что-то там мачо, камбучо. Давайте их тоже обсудим? Давайте. А пока слово Юлику. Он прямо сейчас выясняет, что модники чаще всего покупают в аптеке для красоты и здоровья. И насколько эти средства вообще эффективны. В аптеке продаются не только лекарства, но и разные средства, которые могут улучшить наше здоровье, укрепить иммунитет, замедлить старение. По крайней мере, так утверждает реклама. И одно из таких средств – спирулина. Но мой эксперт утверждает, что с ней не все так просто. Почему? Сейчас разберемся. Итак, спирулина – это синие-зеленые водоросли. Например, бывают в виде порошка. Посмотрите, какой насыщенный красивый зеленый цвет. Благородненькая. И бывают, например, в виде таблеток спрессованных. Приписывают, что она действительно может контролировать вес, но нужно понимать, что научные данные говорят нам, что нет, это не так. Тот, который принимает спирулину, может испытывать эффект плацебо. Следующее свойство – это борьба с множеством вирусов. С вирусом простого герпеса, с цитомегаловирусом и даже с вирусом ВИЧ. Но нужно понимать, что на людях эти эксперименты не проводились, поэтому уповать на эти свойства не стоит. Следующее свойство волшебное, которое приписывают спирулинию – это борьба со старением. Но опять-таки это большой миф. Но нужно понимать, что опять-таки не проводилось никаких качественных исследований, которые бы это подтвердили. Обратите внимание, что множество волшебных, чудесных свойств спирулины не доказаны медицинскими испытаниями. Что по поводу витаминов? Очень многие люди принимают поливитаминные комплексы. Но нужно понимать, что эти комплексы делают нам просто дорогую мочу. И избыток витаминов просто выводится с нашей выделительной системы. Вы заплатили за витамины, они у вас вывелись. Поэтому дорогая моча. Но есть несколько исключений. Например, приём витамина D круглогодично, ежедневно, в профилактической дозе абсолютно точно показан всем без исключения. Что вы думаете насчёт ароматерапии? Исследования говорят, что у некоторых людей аромомасла могут сыграть отвлекающую роль. Например, если у них болит голова или какой-то другой орган. Да, они могут просто отвлечь. Но избавить от боли, излечить первопричину они не способны. Ольга Андреевна, спасибо вам огромное за интересную и познавательную беседу. Спасибо вам. С модными аптечными средствами разобрались. А что там насчёт модных гаджетов для здоровья? С ними разбирается Маша прямо сейчас. Если забить в поисковике гаджеты для здоровья, то появляется какой-то бесконечный список. Как же понять, какие из них действительно эффективны и полезны, а какие нет? Алексей Леонидович, вы сказали, что есть какое-то кольцо-трекер. Купить быстро это кольцо-трекер я не смогла, но просто для наглядности покажу фотографию. Вот, Кристина, ты слышала про такое кольцо что-нибудь? Нет. Я так поняла, что это как любые умные часы, браслеты, что-то типа такой же истории, но просто кольцо. Почему оно стоит в разы дороже? Может быть, оно и круче? Дело в том, что оно достаточно компактное и нафаршировано электроникой, которая собирает определённые параметры и передаёт их через Wi-Fi. Естественно, на таком компактном предмете всё уместить требует определённого уровня сложности. Поэтому эта штука, она существенно дороже, чем любой фитнес-браслет. Если там, например, человек видит, что у него там прибор передаёт, что у него постоянная аритмия какая-то идёт, ну это, я думаю, прекрасный повод лишний раз сходить к врачу и проконсультироваться, особенно если это там про взрослых людей. Ещё у меня есть один гаджет, сейчас я его принесу. Та-дам! Угадайте, что это такое? Похоже на ультрафиолетовую лампу. Именно так. Вот сейчас многие покупают себе такие ультрафиолетовые лампы, которые якобы дезинфицируют воздух от вредных бактерий. Алексей Леонидович. Для квартиры эта вещь достаточно бессмысленная. Ультрафиолет не может дезинфицировать всякие болезнетворные вещи, которые ацербированы на частички пыли. Для медицинских учреждений эта штука, в общем-то, подходит. А дома я бы не рекомендовал. И ещё один супермодный гаджет – это бутылка, между прочим, спортивная. Она каким-то образом напоминает о том, что пора бы попить воды. Я думаю, что, может быть, в такой бутылке есть определённое будущее. Хотя, по мне, просто поставь бутылку на стол, и будешь понимать, что она там стоит не случайно. Надо бы попить. В общем, кольцо-трекер можно купить, бутылку можно купить, ну, если уж очень хочется. А лампу мы точно не покупаем, потому что... Домой нет. Кристина, ну что ж, я тебе желаю поменьше стресса и, естественно, быть супермодной. Алексей Леонидович, и спасибо вам большое, что вы рассказали нам о том, что не всё супермодное всегда суперэффективное и полезное. Ну и, кстати, к вопросу о напитках прямо сейчас Алёна выясняет, какие модные напитки действительно полезны, а какие нет. Итак, мы уже обсудили самые модные продукты в магазинах и выяснили, что семена чия и куркума действительно полезны, а вот растительное мясо, ну, полезно, но не как замена основного животного мяса. Теперь давайте обсудим модные напитки. Вот, например, Михаил Моисеевич, чай мачо. Такой напиток, как какао, только зелёный. По своим свойствам это тот же самый зелёный чай. Зелёный чай содержит так называемые катехины. Довольно большое соединение, большое количество флавоноидов, обладающих в целом противовоспалительным, оболаживающим действием. Замедляются процессы старения, возможные процессы образования опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний. То есть я бы прям порекомендовал бы каждый день каждому две чашечки зелёного чая. Ну, хотите, пусть это будет мачо. И вот я ещё, знаете, хотела спросить, вот и камбуча. Мы должны сказать, что исходно камбуча – это продукт брожения. Одновременно бактериального и грибкового. Природного, прям так и написано. Как бы вот близко из того, что мы с вами знаем, кисломолочного продукта. Там тоже происходит брожение, и при этом образуется довольно много полезных молекул. Но самое главное, при этом размножается полезная для нас микрофлора. Бифидобактерии, лактобактерии. И, в общем-то, вот такие бактериальные продукты, они для нас полезны, потому что они нам позволяют всё время обновлять, оздоравливать нашу собственную микрофлору, делать её более живучей. Но тут надо подчеркнуть, когда мы начинаем этот продукт стерилизовать, а как его ещё хранить долго, мы, естественно, вот эти все бактерии уничтожаем. Далее уже мы, к сожалению, все эти полезные свойства теряем. Вот такой напиток всё равно остаётся полезным? Я бы не назвал его полезным. Получается, Михаил Моисеевич, если мы хотим получить полезные свойства этой комбучи, мы должны дома поставить трёхлитровую банку и вырастить сами эту комбучу, потому что это реально вот этот гриб. Да. Причём это непросто, за грибом этим надо ухаживать. Как за зверюшкой? Всё промывать. Ну, в общем, да. Ну что ж, Михаил Моисеевич, прекрасный у нас получился разговор. Спасибо вам огромное за консультацию. Сегодня угощу ребят куркумой. Кстати, мне уже пора, потому что они меня ждут, а я опаздываю. Наверное, лёд что-то не вкусненькая. Я не с пустыми руками. Принесла вам настоящую куркуму. Вроде этой специи тысячелет, а сейчас она супермодная и популярная. И ещё полезная. Снижает риск развития рака. Я тоже модно провела время, боролась со стрессом по-модному. Постояла на гвоздях, посмотрела, как занимаются аэро-йогой, потанцевала. В общем, короче, все способы реально работают. Но зайдут далеко не каждому, поэтому нужно выбирать методом проб и ошибок. На гвоздях больно стоять? Ну, не очень приятно. Попробую сама. Хорошо, попробую. Сегодня же. Точно, следовать слепо моде не стоит. Потому что я же почему без капельницы-то к вам? Потому что неподтверждённое всё это. Неизвестно, хорошо это или плохо, никто не может сказать. И спирулина это оказалось тоже неисследованным. Просто раздутый фейк какой-то, как мне кажется. Так что не тратьте деньги на это, москвичи. Любите себя и свой город. Будьте здоровы. Пока-пока. Пойдёмте готовить кари с куркумой.